Здравствуйте, ребят! Бывают на земле профессии коллективные, скажем, футболист, музыкант, симфонического оркестра или депутат Госдумы, а бывают профессии по своей сути одиночные. Ночной сторож у продовольственного склада, летчик на планере или радиовещатель. Оно, конечно, на радиоколлектив-то и есть, но я, например, с ним, с этим коллективом по работе не сталкиваюсь. Пришел в студию один на один с микрофоном, скажешь в него, что придумал. И улетело это по интернету куда-то. И тишина. Ах, свистит ветер, торчишь величаво, дуб дубом. Однако, дамы и господа, был бы я скверным дубом, если б, во-первых, не разбрасывал вокруг себя желудей, а, во-вторых, не прикрывал бы эти молодые желудевые поросли своею кроною. Другими словами, молодым способностям способствовать надо. А способствовать мы будем развитию рок-культуры в молодых умах. Сегодня речь пойдет о команде Гнев Ярость, то бишь Рейдж. Команды из Германии, основанной в 80-м году Питером Пиви Вагнером. Ну а перед тем, как начнем, давайте удосужимся поинтересоваться результатами нашего исследования рубрики «На засыпку», которая, как нельзя, лучше тренирует память. В прошлый раз был вопрос, какого из перечисленных подстилей дед металла не существует? Вариант А. Техно-дед метал. Вариант Б. Мелодичный дед метал. Вариант В. Дед Грайнд. Вариант Г. Брутальный дед метал. Вариант Д. Дед Корр. Вариант Е. Дед Дум Метал. Вариант Ж. Блэк Дед Метал. Вариант З. Дед Эн Ролл. Вариант Е. Панк Энд Дед Рэп. От такого ассортимента подстилей ваши ответы разделились. Но правильного, к сожалению, не было. И это оказался панк энд дед рэп. Действительно, такого еще до сих пор никто не выдумал. Ну а мы переходим к основной теме нашей сегодняшней программы. И для начала, как обычно, маленький вопросик. Выходили 80-е годы метал-издания «Будражащее сердце», посвященные рок-музыке. Так вот, вопрос заключается вот в чем. Какого журнала из перечисленных не было? Вариант А. Метал Хаммер. Вариант Б. Метал Этак. Вариант В. Метал Массакра. Вариант Г. Метал Блейд. Вариант Д. Металлион. Вариант Е. Метал Мания. Ну а мы, наконец-то, начнем свое знакомство с творчеством команды Рейдж. А Питер Пиви Вагнер, в свою очередь, свое знакомство с музыкой, начал в достаточно раннем возрасте. Его родители, оба учителя, были настоящими, действующими, так сказать, музыкантами. Отец Питера, Пауль Вагнер, был лидером группы, которая любила играть музыку в стиле Ренессанс. Наверное, нечто похожее на то, что сейчас делает Ричи Блэкмор. Поэтому Пиви и его брат, и две сестры познакомились с классическими музыкальными инструментами и хоровой музыкой еще в детстве. Примечательно, что вскоре Питер решил всерьез заняться классической гитарой. После нескольких занятий под руководством достаточно известного преподавателя Дормандского музыкального университета Дирка Сдебеля, Пиви наскучило играть произведения старых мастеров, и он начал писать песенки на свежеприобретенной электронной гитаре. Прозвище Пиви, ставшего, можно сказать, основным именем Питер, получил участь в школе. Как-то раз учительница английского устроила контрольную, вставая которую Питер Вагнер подписал своими инициалами Пи-Ви. На следующем уроке, объявляя результаты, учительница спросила, а кто у нас тут Пи-Ви? С тех пор за ним так и приклеилось это прозвище. Впоследствии Пиви стал писать свое второе имя почти так же, так как название уже достаточно известной в то время фирмы, специализирующейся на выпуске музыкального оборудования – Пиви. Причем прозвище настолько сильно укрепилось за ним, что даже иногда, представляясь по телефону, своим настоящим именем Питера спрашивают, кто-кто, простите? Ему приходится говорить, да, это Пиви. А-а-а, Пиви, привет! И пошел с тех времен Пиви свой длинный музыкальный путь. А мы слушаем композицию «Путь пилигрима», иначе говоря, и «Пилигрим Пэт», с которой, собственно говоря, и начнем музыкальное знакомство с данной командой. «Путь пилигрима» 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 «Тamp school world» «Путь пилигрима» «Путь пилигрима» « Dalmon haben» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тяжелая рок-музыка, начавшая свое формирование на рубеже 70-х и 80-х годов, получила название Heavy Metal. И вполне логично, что в своей первой группе Пиви дал название Dark Lights. Через некоторое время, находясь под невероятным впечатлением от игры Лэми Тилмистера из Motorhead, Питер решает переключиться с гитары на бас. Кроме нескольких фотографий и концертных записей ужаснейшего качества, никаких других следов творчества Пиви и компании в те далекие дни не осталось. В силу этого, ни одна из этих записей не была выпущена. А в 83-м году Йохан Шродер, Альф Мэр Раткен и Пиви Вагнер образовали команду Avenger, которая и является прародителем Rage. Кроме своей основной творческой деятельности в Rage, в середине 80-х Пиви Вагнер также принял участие в нескольких сторонних проектах. Прежде всего, следует вспомнить пан-группу Der Ries, в которой кроме Пиви приняли участие Йорг Майкл, ныне барабанщик Стратевариус, а также Джеральд Вилькес, сейчас концертный менеджер Rage. Пиви играл на гитаре Йорг, это понятно, на ударных, а мистер Вилькес отвечал за бас. Однако, данный проект просуществовал недолго и успел выпустить лишь одну пластинку в 83-м году на фирме Wishbone Records под названием The All-Drew Image. Достать этот винил сейчас практически невозможно, пластинка стала настоящим раритетом. Дальше стоит упомянуть известнейшую команду Mekang Delta, одну из прародителей современного прохметалла, с которой Пиви поработал с 85-го по 87-е года в качестве гитариста на первых двух демо, а затем в качестве вокалиста и автора текстов на двух первых альбомах Mekang Delta 85-го, а также The Music of Erich Zen 86-го года, это самый лучший альбом Mekang Delta. К сожалению, взгляды на дальнейшее творческое развитие команды между лидером и основателем Mekang Delta, Рольфом Хубертом и Питером Вагнером, разошлись. Пиви хотел быть лидер-вокалистом, а Ральф считал, что голос Вагнера совершенно не подходит к музыке команды. Также, но очень редко, Пиви принимает участие в записи некоторых альбомов в качестве гостевого музыканта. Среди таких проектов стоит упомянуть участие Питера в записи альбома Axelia Rudipel Black Moon Pyramid в качестве гостевого бас-гитариста, на альбоме группы J.B. Ertz в качестве гостевого вокалиста, на альбоме German Rock Project Let Go Conjure the World и, несомненно, следует отметить его участие в записи легендарного новогоднего проекта Xmas Project, где Пиви не только спел две песни, но и поиграл на бас-гитаре. Ну а мы перейдем к нашим героям. Итак, сначала группа в 1983 году называлась Avenger, под которым выпустили свои первые два альбома. Помимо Питера Вагнера, Йохана Шреддера и Йорга Михаэля, ударные, и Томаса Грюнинга, гитара, который вскоре сменил Руди Граб из Warlock. В таком составе команда записала своя первая демо, которая заинтересовала звукозаписывающую фирму Wishbone. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все прекрасно слышно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Is it right? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Разобравшись с 95-м годом, идем дальше. В 96-м году выходят сразу два альбома. Это End of All Days, а также Lingua Morchis. Альбом End of All Days был несколько менее агрессивным, чем его предшественник, более мелодичным и в то же время почти не потерявшим тяжести. Lingua Morchis представлял собой кавер-версии на композиции, записанные в период 88-е, записанные в период 88-го по 95-е годы, исполненные в классической обработке. Сам же его величество Петчер Пиви Вагнер, комментируя причины выхода этого шедевра, в своем интервью говорил, что классическая музыка оказала на него большее влияние, чем какая-либо другая. И он работал над идеей использования классических аранжировок в своих композициях, начиная с самого первого альбома, снова встретив Кристиан Вольфа. А это именно те люди, с которыми он работал над оркестровыми аранжировками с только что вышедшего End of All Days. Пиви решил, что пришло время для проекта полноценного оркестрового симфонического альбома. Кристиан Вольф представил Маркуса Столенверка, который помог Вагнеру с контрактом с пражским симфоническим оркестром. Проблем с музыкальными темами не стало. Пиви утверждал, что подавляющее большинство его композиций могут быть переложены для скрипки, допуская минимальные изменения. И вот в том же 1996 году был готов результат, который лучше услышать, чем сто раз про него прочитать. Примеры этого альбома происходили в виде живого концерта летом 1996 в Австрии и еще один раз повторялась чуть позже, в январе 1997 года в Дорманте. Попытки сыграть в две руки с исполнителями классики известны со времен концерта для группы с оркестром. Данный продукт интересен прежде всего тем, что на нем тетонский трэшер рейдж плюс пражский симфонический оркестр гоняют свои вещи, причем написанные отнюдь не спецом для этого альбома. Большинство из них, исключая инструментальные номера с диска Black in Mind и самое уматное здесь то, что присутствует вокал. Правда чувствуется, что вокалисту Питеру Вагнеру пришлось попотеть, поскольку артестрантам при всем желании не удавалось бы сыграть так же быстро, как звучит спид трэш оригинала. В результате мужику приходится петь, а инструменталистам музицировать в два-три раза медленнее, так что третий Black in Mind и I Live But Dead узнаешь только в середине. Но инструментальные композиции и кое-что из песен получилось просто отпадно. Сами ребята оценивают то, что вышло следующим образом. Мы и представить себе не могли, что в наших песнях столько музыки. Конец цитаты. Честно говоря, я тоже. Ну, что еще сказать. Уважаю. Как легко догадаться по названию, сидет варенье Пиви и его братьев по оружию, представляет собой артестровые версии песен Rage. Само собой, очень профессионально, очень масштабно, грандиозно и внушительно. Создается даже такое впечатление, что это не хэви-метал команда решила сделать пару артестровых вкраплений в свою музыку, а наоборот, какой-то классический артестр разнообразил свой репертуар металлическими вставками. И если In Anonymous Time или Sand by the Devil еще как-то более или менее выдержанно в своем оригинальном стиле, то вот Black in Mind может привести любого в шок. Но шок приятный, хороший. Давайте-ка послушаем с данного альбома композицию Harder Than The Sky – Выше, чем небо. Harder Than The Sky – Выше! Harder Than The Sky – Выше, чем небо. Продолжение следует... 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 Поставлю... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...